Автор более 40 научных статей в ведущих отечественных журналах, составитель нескольких учебно-методических пособий, обладатель стипендии президента России. И это далеко не все достижения аспиранты Ивановской медакадемии Артема Пронина. Сфера его научных интересов – фармакология. Глобальная цель – создать инновационный лекарственный препарат для профилактики ишемических заболеваний. Теоретическую базу закрепляет на практике. Мы проводим в составе кафедры с помощью кафедральных сотрудников ряд экспериментов над лабораторными животными с целью исследования новых химических соединений, которые впоследствии, через много-много лет, могут стать препаратами. Научную работу удается совмещать с преподавательской деятельностью. Чтобы материал закрепить, проводят индивидуальные занятия. Студентки третьего курса приходят к преподавателю разбирать особенно сложные задачки по фармакологии. Чтобы учеба не превращалась в зубрежку, задания рассматривают на конкретных примерах. Он довольно индивидуален, он всегда беседует с нами напрямую. И мы стараемся разбирать много интересных задач в ходе занятия. И также всегда его готовность приехать, например, на отработку и помочь нам с интересующими вопросами. Работа со студентами, признается молодой педагог, заставляет учиться и самому. Почти на любой каверзный вопрос преподаватель должен найти ответ. Это позволяет оставаться в тонусе и регулярно штудировать современную медицинскую периодику. Он требовательный. Это и плюс, и минус. То есть, скажем так, ночь перед фармакологией, она бессонна. Всегда. Это правильно. И с одной стороны, это опять же неправильно. Но пока я не жалуюсь. Я считаю, что фармакология – это такой предмет, который нужно знать. Сегодня очередная пара по фармакологии. Основа предмета – изучение механизмов влияния тех или иных компонентов, лекарственных препаратов на организм. На доске студентка должна написать образец рецепта на лекарства. За промахи аспирант-преподаватель не ругает, а старается объяснить, чем врачебная ошибка чревата для пациента. Данная дисциплина является базисной, одной из базисных при преподавании в медицинском вузе. Потому что любой практикующий врач просто обязан знать те лекарственные средства, те лекарственные препараты, которые он назначает своим пациентам. Скоро планируют защитить кандидатскую диссертацию. На вопрос, что дальше, с уверенностью отвечает, что останется в вузе. Продолжит научную и преподавательскую деятельность. Будет спасать человеческие жизни на теоретическом уровне. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.